Нужно, если он проявляет плохое отношение к жене и родственникам, или если, например, обманул товарища, но не считает себя виноватым. То есть жена отвечает за моральный облик мужа или только регулирует отношение к себе. Классно. Хороший вопрос, сформулированный. Хорошо. Жена отвечает за моральный облик мужа. Она не регулирует его отношение к себе, а отвечает за моральный облик мужа. Жена — это сердце мужа. Она является его голосом совести. Жена — это голос совести мужа. И надо понять, что сама энергия любви, которую женщина имеет, она дает ей право говорить правду. Потому что иногда женщины, они хотят наслаждаться мужем. Чем больше женщина хочет наслаждаться мужем, тем меньше у нее достоинства. Она унижена в этом желании. Потому что когда она хочет наслаждаться мужем, она боится ему говорить правду. Она наслаждается им. И если он ее наслаждает, то очень опасно ему говорить правду, потому что он перестанет наслаждать. То есть по факту это не называется любовью, это просто эксплуатация по-женски, использование близкого человека. Эта эксплуатация убирает у женщины чувство собственного достоинства. Она становится очень зависимой. И она становится несчастной в этом случае. Потому что она чувствует, что она что-то не то, от чего она не понимает. Второй вариант. Смотрите, жена испытывает счастье, пытается испытывать счастье, отдавая любовь. Служа. То есть она, как отдавать можно любовь? Это можно делать, готовя мужу, разговаривая с ним ласково для того, чтобы он был счастлив. Дальше, стирая белье, заботясь о нем. Когда женщина отдает любовь, так как внутри сердце ее становится удовлетворенным от этой деятельности, она начинает испытывать смелость внутреннюю, силу. Человек, который отдает любовь, он имеет право сказать правду. Попытайтесь это понять. Само чувство собственного достоинства, о котором будет в следующем вопросе, в следующей записке, я параллельно отвечаю на него. Само чувство собственного достоинства у женщины усиливается, в правильном русле усиливается. То есть мне правильно сказали в записке предыдущей, в последующей, что женщина может быть или стервой, или курицей. Там так написано в записке. Что она как бы может быть или просто пилить мужа, или ходить вот такая вот, типа ни рыба, ни мясо, и как бы с ней что хочешь, то и делай. И то, и другое неправильно. Потому что и то, и другое возникает только как результат одного всего лишь, одной проблемы. Женщина становится или стервой, или курицей, когда она хочет эксплуатировать мужа, когда она хочет им наслаждаться, а не ему служить. Потому что когда женщина служит мужу, то у нее истинное чувство собственного достоинства вырабатывается в сердце. Она может говорить ему правду. Чтобы это вам было понятно, это сложно понимаемая тема, сейчас я вам объясню на примере. Мне один руководитель спросил меня, на семинаре для руководителей, он спросил меня, как я могу руководить подчиненными. Если я им говорю, их я, если строго с ними себя веду, они злятся. А если я с ними веду себя лояльно, то они наглеют. Как ими руководить? Невозможно. То есть или они злятся, или наглеют одно из двух. И то, и другое приводит к развалу коллектива. Как руководить подчиненными? Он говорит, я не знаю, как руководить. Я говорю, смотрите, все очень просто. Если вы о них заботитесь, и все силы отдаете в то, чтобы ими заботиться, о них заботиться, то есть проявляете к ним любовь, то эта любовь дает вам право их наказывать. Чем больше вы их любите, тем больше вы их можете наказывать. Вот, допустим, если ты любишь человека, и ему говоришь правду, он примет правду или нет? А куда он денется? Ты ему служишь своей любовью, заботишься о нем, он становится тебе должным. Он должник. И ты его воспитываешь, этот долг используешь для другого вида служения, для воспитания его. Не то, что женщина приготовила мужу покушать, он как бы покушал, и она теперь хочет уже другого, она хочет наслаждаться им. И теперь хочет, чтобы он ее хвалил за то, что она приготовила. Нет, она приготовила ему, и он остался должным. Для чего? Для того, чтобы потом ему сказать правду о нем, когда придет время. И ему придется слушать. Так женщина регулирует отношения. Она становится полностью защищена в этих отношениях, и она становится счастлива. Потому что она имеет равные отношения с мужем. Потому что есть одна проблема у женщин. Так как женщина очень чувствительна, то она часто занимает два типа позиций. Или она пытается подмять по себя мужа, боясь его. Она как бы... Самый лучший способ защищаться — это нападать. Ну, то есть она как бы нападает на него с целью победить его грубость. В нем грубость. То есть она таким образом начинает доминировать очень жестко над ним. Или второй способ — она становится вот такой несчастной, потому что он над ней доминирует, и она не знает, что с этим делать. Так вот, это или ниже, или выше — это означает неправильное отношение. Когда женщина служит мужу, она занимает с ним равные отношения. То есть по факту она его чтит, мужчину учится чтить, но она при этом... Так как она ему служит, она имеет право ему сказать правду. Ему придется слушать. Потому что он должен. Должник. Это долг, он в сердце как бы возникает, как благодарность. Вот жена должна мужу или нет? Она будет должна мужу только тогда, когда он ради нее совершает аскезы. Если мужчина аскезы совершает ради семьи, то у женщины возникает благодарность в сердце, и она ничего не может с этим сделать. И он поэтому будет ей давать советы. И она будет слушать. Потому что он совершает аскезы и таким образом завоевывает благодарность. У нее в сердце есть благодарность, ей придется слушать. Хотя женщина по природе не склонна слушать мужчину. Вот по природе у нее нет склонности слушать своего близкого мужчину. Почему? Потому что она видит в нем тысячи недостатков сразу. Вот мужчина в женщине не видит недостатков. Он видит, что она красивая, она правильно все делает, правильно говорит. И когда мужчину спросить, в чем недостатки твоей жены, ему трудно оформить мысли. Он примерно догадывается, но так как она очень политичная жена, она все свои недостатки скрывает своим поведением. И ему ей вот в лицо сказать о ее недостатках очень сложно. Потому что она сразу же парирует и называет в ответ на свой один недостаток, она называет тысячу недостатков мужа в ответ. Потому что она их все видит очень четко и ясно. И поэтому, как бы, женщина не склонна слушать мужа вообще в целом, не склонна по своей природе. Но так как мужчина совершает аскезы ради жены, ей придется слушать, потому что она испытывает благодарность. И эту благодарность она не может никуда деть. Она не может ее запихать куда-то подальше. У нее есть эта благодарность. С благодарностью ничего не сделаешь. Это такая штука, которую придется принять в жизни. То есть, если благодарность пришла, ты ее не можешь скрыть и не можешь, как бы, сделать вид, что ее нет. А раз есть благодарность, придется слушать. Если у тебя есть благодарность, тебе придется этого человека слушать. Поэтому служение близкому человеку, оно является могущественным методом, который позволяет установить отношения. Ты служишь близкому человеку, но единственное условие, что служение должно быть бескорыстным. Потому что, смотрите, мужчина по природе бескорыстный. У него много бескорыстия по природе у мужчин. Но он не склонен служить. Ему очень трудно служить. Вот что-то сделать для жены мужчине очень сложно. Он может просто работать, деньги приносить. Но по факту, как бы, он просто работать, деньги приносит. И по факту это уже означает, что для семьи. У него природа такая вот. Он может отдать эти деньги спокойно и не сильно париться. Ну, то есть он работает, работает вроде бы не для семьи, а просто работает, просто деньги получает. Но когда жена попросит денег, он ей отдает просто и не парится. Потому что он по природе бескорыстный. Но работать для кого-то он не может, ему тяжело. Он, допустим, попросить пол подмести в квартире, это будет большая проблема. Потому что ему тяжело служить мужчине. Мужчине очень трудно достижимая вещь служить кому-то. Он просто делает то, что он может в жизни. Он может работать, работает. Не может, не работает. Вот. У женщины все наоборот. Женщина очень легко служит. Ей легко служить, заботиться обо всех. Но ей очень тяжело быть бескорыстной. Практически невозможно. То есть она служит с удовольствием, но потом деньги заплачены, где услуги. То есть она может приготовить, покушать. Но потом дальше, как один мужчина мне сказал, а я сам себе готовлю. Я говорю, а почему? Он говорит, а потому что, когда жена готовит, это слишком дорого стоит. Я не могу отплатить ей все, что она потом требует от меня, после того, как она приготовила. Вот это как раз и есть то, что у женщин такая проблема. То есть женщины, они все делают, как бы, но они потом пишут счет. Сколько они сделали, мужу счет выставляют. И счет этот надо потом что-то с этим делать, с счетом мужчине. Так вот, такое служение, оно бесполезно на самом деле. Оно ничего не дает результата хорошего. Мужчина только чувствует себя должным и все, и он боится, что ему лишний раз постирают, как бы приготовят, если счет такой выставляется. Особенно, если слишком дорого все это стоит. С другой стороны, смотрите, если это стоит дешево, вы, допустим, готовите, стираете мужу. Но вы как бы хотите взамен, хотя бы чуть-чуть чего-то, то он просто наглеет. Он потом говорит, а что я вот такой человек, что мне надо стирать и готовить? Я такой вот хороший человек, что мне положено, чтобы мне все стирали и готовили. Ну, то есть по факту он как бы подразумевает, если я здесь живу в квартире, значит мне надо стирать и готовить уже. Ну, то есть это само собой. Если ты не приготовил это, проблема уже. А то, что ты приготовил, это нормально. Ну, то есть он привыкает, и он не ценит уже женский труд. Видите, то есть с одной стороны, если как бы сильно хотеть много, то тяжело ему, и сильно мало хотеть, тоже тяжело уже женщине становится. Есть выход. Выход заключается в том, что женщина служит абсолютно бескорыстно. Это возможно только в одном случае, если она служит, делает все для Бога. Потому что человек по природе не бескорыстный. Мы не знаем, как бескорыстно, но если женщина делает все для Бога, то какой результат будет, она от него получит удовлетворение. Например, она готовит пищу для Бога, освящает ее и кормит мужа. Но у женщины в сердце сильное желание, чтобы он не гневался. И она, кормя пищу, освященной пищей мужа, получает результат. Муж перестает гневаться. И она удивляется, как это вообще произошло. Он сам перестает гневаться. Так Господь отвечает взаимностью всегда. Если женщина готовит для Бога, то тогда она получает самое лучшее в ответ. Причем она этого не ждет даже. Она просто у нее улучшается жизнь. А как это происходит, она даже не может понять. И при этом она не зависит от мужа. То есть она для Бога приготовила, муж съел потом освященную пищу уже. Но женщина уже удовлетворена. Она удовлетворена в отношениях с Богом. И поэтому ей не нужно от мужа ничего хотеть. Это очень тонкий и важный момент. Пытаетесь его понять. Что женщина впадает в несчастную жизнь, когда она от мужа что-то хочет. После того, как она что-то сделала. Но если она делает для Бога, она ничего от мужа уже не хочет. И это значит, что он остается должным. А если он остается должным, это значит, что можно его воспитывать. И становится равновесие. Отношения становятся равными. Когда женщина готовит для Бога, то он не сможет обнаглеть муж. Потому что вот наглость сама по себе, она всегда тянется за желание. Если женщина ничего не желает по отношению к мужу, то как можно обнаглеть? Допустим, на улице стоит милиционер. Он мне ничего не должен. Как я обнаглею по отношению к нему? Для того, чтобы я обнаглел, он должен сделать что-то плохое по отношению ко мне. Допустим, он меня неправильно остановил на дороге. Я выхожу, говорю, в чем дело? Неправильно остановил. Ну, неправильно остановил, извините. Этого недостаточно. Давайте ваш паспорт, вашу фамилию, я буду на вас жаловаться. То есть он неправильно остановил и уже извинился. Но я обнаглел. Мне этого недостаточно. Я сейчас буду тебя убивать. Твою репутацию, все. Я тебя сейчас устрою, Кузькина мама, ты меня остановил. Ну, то есть это как раз тот самый момент, что если человек что-то должен нам, то мы можем наглеть с ним. А если он ничего не должен, как обнаглеешь? Женщина приготовила для Бога. Она ничего не должна. Она для Бога готовит. Если муж спрашивает, ты для кого готовишь? Она говорит, для Бога. Но я буду стараться, чтобы это тебе тоже было вкусно. Но я готовлю для Бога. Все. И он, когда покушал, очень вкусно. Он благодарен. Интересно, что обнаглеть, когда женщина готовит для Бога, невозможно. Потому что у нее чувство достоинства, собственно, усиливается. Чем больше человек для Бога делает, тем более достойным он становится. Поэтому унизить человека, который служит Богу, невозможно. У него внутри сидит правда, и эта правда его, как бы, она поддает ему силу. Человек, который живет для Бога, он прав. И поэтому эта правда чувствуется в нем. Поэтому чувство собственного достоинства означает правильную направленность жизни. Хоть что для мужчины, что для женщины. Правильное чувство собственного достоинства. Поэтому женщина, имеющая правильное чувство собственного достоинства, как вот в записке здесь говорится, она не курицей становится. То есть не такой, как бы, непонятно какая. Чего хочешь, то и делай. Не стервой, которая, как бы, начинает на каждое слово, бросаться на тебя и когтями царапать лицо. Ну то есть, ни то, ни другое. Будет просто правильное поведение у женщины. То есть она будет говорить достойно все, будет воспитывать мужа, любить его одновременно, заботиться о нем, служить ему. И она не будет чувствовать себя униженной с ним, и гордой не будет чувствовать. А просто будут нормальные отношения. Нормальные означают отношения близкие. Возможно, когда ты с духовной личностью строишь личные отношения, у тебя сила строить личные отношения становится большой. И когда ты строишь личные отношения с близкими людьми, после этого наполнившись этой силой, то в этом случае они тебя своим несправедливостью не смогут сильно ранить. Ты защищен личными отношениями со святостью. И мужчина в таком случае женщину ранить не сможет. Она близко будет к нему себя вести, но мужчина при этом будет совершать ошибки. В близких отношениях очень сильно ранятся от люди. Но так как ты защищен Богом, то их ошибки не будут тебя ранить так сильно. Ты будешь в них спокойно себя чувствовать. Ты будешь давать возможность близкому человеку в близких отношениях ошибаться. Это благодаря тому, что ты молился с утра. Ну то есть получил отношения со святостью. И у тебя сердце защищено от обиды, от гнева, от оскорблений и так далее. Понятна система, как строить близкие отношения. Потому что многие люди не знают, как строить близкие отношения. Они не могут, потому что очень больно. Когда человек от Бога получает удовлетворение в близких отношениях, он не сильно рассчитывает на мужа или на жену. Он строит близкие отношения из чувства долга. И эти близкие отношения из чувства долга и являются жемчужиной близких отношений между людьми. Вот смотрите, я сейчас вам объясню тайну, которую мало кто понимает. Это самая глубокая вещь в отношениях. Она заключается в том, что в возвышенных отношениях самые сильные и лучшие отношения это очень глубокие и близкие отношения, в которых есть взаимность очень глубокая и сильная. Это духовные отношения. Они очень глубокие и взаимные. Знаете почему? Потому что там нет корысти ни у одного, ни у другого. И можно глубокую взаимность строить в духовных отношениях. Это может с духовным учителем отношения быть, со святым человеком просто. Или два человека, которые серьезно занимаются духовной практикой, могут такие отношения строить. В них нет оскорблений, потому что нет корысти. И поэтому они очень глубокие и взаимные, эти отношения. Но когда люди пытаются такие глубокие и взаимные отношения строить муж с женой, они сталкиваются с жуткими проблемами. Проблема заключается в том, что корысть есть у обоих, и эта корысть ранит жутко друг друга. И эти глубокие отношения строить невозможно между мужчиной и женщиной. Но веды говорят, что эти глубокие отношения возникают сами, как результат правильного построения отношений. А правильные отношения между мужчиной и женщиной такие. Я сейчас слово скажу, и вы будете в шоке. Это нейтральные отношения. Нейтральные. Означает, я ничего от этого человека не жду. Не жду. Мой один знакомый пришел к своему наставнику и сказал, я уже от жены и это принял, и уже и это научился терпеть, и это научился терпеть, и это мне уже от нее не надо. Уже ничего мне от нее не надо. Теперь у меня вопрос, он к наставнику задает вопрос, а зачем мне тогда жить в семье? Я хочу отречения. Я уже ничего не хочу, все, я все уже принял. Я все уже вытерпел, все принял, все научился терпеть, и я доволен и счастлив, несмотря на всю дурь, которую она проявляет по отношению ко мне. Зачем мне тогда жить семейной жизнью? И он тогда ответил наставникам, посмотрел на него, вот теперь у тебя будут нормальные семейные отношения. Когда ты уже от жены все принял, когда ты ко всему готов, когда ты ничего не ждешь, то есть когда нейтральные отношения возникли, теперь, если ты просто будешь из чувства долга ей служить, с этого момента у вас появятся глубокие, чистые и светлые отношения. То есть смотрите, когда ты уже ничего не ждешь, нейтрально относишься к близкому человеку, ты научился удовлетворенным быть в отношениях с Богом, потому что все равно же близкие отношения-то с кем-то нужны, ты удовлетворен в отношениях с Богом, то тогда ты можешь просто служить близкому человеку, ничего не ожидая взамен. И чувство благодарности от такого служения будет расти, 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 и постепенно она перейдет в какие отношения, в которых каждый служит друг другу, и есть очень сильная благодарность. И это и есть любовь. То есть она приобретает очень глубокие свойства в этом случае. Но она невозможна, когда мы чего-то ждем от близких людей. Она невозможна. Это всегда сильно ранит, потому что сфера ожидания женщины от мужчины, она очень болезненна для мужчины. Женщина даже не представляет, как тяжело мужчине дать ей то, что она хочет, насколько это больно для него. Например, мужчине очень больно, когда женщина просит от него нежных, ласковых слов, которые он должен произносить под ее дудку. Например, она говорит, разговаривай со мной вот так, ну, давай. И он, не-не-не. И ему это очень больно, потому что он по природе не такой, а она требует. И у него сердце просто разрывается от вот того, что так надо себя вести. Очень трудно. Но это сфера интересов личных женщины по отношению к мужчине. Она хочет этого от мужчины. Она женится ради этого, замуж выходит. А когда мужчина просит подчинения, послушания у женщины, начинает свою демагогию разводить. Ей надо все это слушать смиренно, это для нее жуть. Она не может это терпеть. Но это как раз то, чего он хочет. Он хочет в личной жизни, чтобы жена ходила на задних лапках перед ней. А женщине очень трудно это делать. Она естественным образом ходит на задних лапках, если человек достойный. Вот если он такой достойный, она это с удовольствием делает. Но если он не достоин и требует на задних лапках еще ходить, разговаривай со мной, как по лекциям. Давай. Да, мой хороший, да. Вот так разговаривай, как Олег Геннадьевич показывал. Вперед. И женщина. А-а-а, ей очень трудно. Это чувство для нее очень тяжелое, невыносимое. Она очень унижена. Ей очень трудно как бы вести себя так вот. Поэтому это можно все, если все перечислить, все, что хочет женщина от мужчины, и все, что хочет мужчина от женщины, это вызывает жуткую боль. У того, по отношению к кому направлено желание. Поэтому люди и ругаются постоянно в семейной жизни. Потому что они чего-то хотят, а это вызывает боль. И потом ругань начинается в результате. Какой выход? Научиться хотеть от того, кто отдаст. Близкие отношения надо строить с Богом. Он отдаст. Вы, допустим, скажете, как он отдаст, я его не вижу, не слышу. А вот в этом вот заключается и как раз тайна, которую мало кто знает. Попробуйте. Попробуйте святому человеку молиться и увидеть чувство счастья, благодарности, удовлетворения, успокоения. Мы, допустим, повторяли, я желаю всем счастья, да? Вчера вечером. И многие люди почувствовали глубокое удовлетворение в сердце. Так? Это и есть благодарность. Это и есть контакт. Вот вы, ну, вы же не видели этого святого перед собой, вот так вот прямо. Вы просто кланялись ему. Но какой результат? В сердце очень спокойно и хорошо. И у многих людей лишились проблемы, которые они даже, о которых не думали. Эти проблемы лишились сразу сами. Поднимите руку, а вот так произошло. Ну, видите, есть люди. Пожалуйста. Я, то есть, я не придумал это. То есть, человек даже не думал об этом. Бац, и все. В сердце такое. Вот ты какой северный олень. То есть, пришло такое, ух, понимание. Неожиданно. Это результат отношений с Богом. Он всегда такой результат. Поэтому человек должен идти в эту сферу жизни смело. Хоть она не познанная, эта сфера, непонятная, но надо туда и смело идти, потому что выхода нет другого. Человек не может с другим человеком просто быть счастлив в жизни. Некоторые верят в это, что ведь можно же найти Олега Геннадьевича такого человека, с которым бы я была счастлива. Нет. Почему? Потому что он эгоист, и ты эгоистка. В этом мире все эгоисты, и поэтому мы страдаем. Но, Олег Геннадьевич, ведь есть же совместимые люди. Вот мне хочется, чтобы он ласково говорил, и ему хочется, чтобы мне ласково говорить. А вот здесь, извините меня, уже проблема. Потому что то, что женщине хочется от мужчины, это не мужские вещи вообще. Вот чего женщина хочет от мужчины? Она хочет ласковых слов от него, а он не ласковый. Мужчины по природе грубые. Тогда вопрос, откуда ласка берется у мужчины? Она отражается от женщины. То есть, если женщина служит мужу, то своим служением она в него в ласку вселяет, и назад ее же получает в ответ. Вот если вы не верите мне, посмотрите, как мужчины разговаривают друг с другом. Ну, совсем другие интонации. Вот женщине даже вообще не хочется в этой атмосфере находиться, где мужчины друг с другом разговаривают. Она тут, ну вот вообще, мой муж здесь себя ведет. Я бы так с ним и пять минут не просидела. Так ведь? Им это неинтересна, такая беседа. Но почему мужчина с женщиной по-другому разговаривает? Потому что женщина служит ему своей любовью, и свою любовь же получает в ответ. Точно так же, как мужчина от женщины хочет подчинения. Хочет, она им подчинялась. А женщины имеют совсем другую природу. Они никому не подчиняются на самом деле. И женщины с женщинами так и беседуют. Они беседуют так, что никто никому не подчиняется. Они как бы, если кто-то хочет, чтобы подчинить, тогда все истерика. То есть женщины не принимают. Когда одна женщина пытается всех себя подчинить, сразу все на нее бросаются. И поэтому женский коллектив, по сути, невозможен. Меня спросили, как управлять женским коллективом женщине? Я говорю, это невозможно. Потому что женщины, они по природе не любят подчиняться просто. Если, допустим, женщина начинает подчинять себе других женщин, они как кобры на нее настраиваются. Все причем сразу. Потому что у женщин коллективное сознание. Они очень быстро договариваются друг с другом и вместе на нее. Да, ничего не можешь сделать. Мужчин не коллективное сознание. Они каждый поодиночке, поэтому их можно ими управлять. А у женщин коллективное сознание. Они между собой все решают сначала, а потом на руководителя. И все, и там уже ничего не сделаешь. Вообще вариантов нет управлять женским коллективом. Поэтому мужчина, который сам уважает свою жену, относится к ней как к самой лучшей, как к самой красивой, он вызывает в ней чувство подчинения, само собой. Он подчиняется красоте женщины своим поведением, и она в знак благодарности подчиняется ему. Все. В женщине это не заложено само по себе. В мужчине заложено. В мужчине заложено подчинение. Смотрите, в армии. Все. Женщины же так не делают. Женщинам неприятно так делать. Я спрашивал у женщин, как честь отдавать, как бы они говорят, мне не нравится. Потому что они не любят подчиняться женщинам. И поэтому женщины не любят работать на работе, где надо подчиняться постоянно. И неприятно там находиться даже в этой атмосфере. Но мужчина, все, они любят подчиняться, им нравится. И мужчина своей энергией, вот это служение, он подчинил себя женщине, уважает ее, в ответ получает назад то же самое. Все. Других вариантов отношений нет. Если мы искренне служим близкому человеку, мы искренне получаем то же самое взамен. Почему же проблемы накапливаются в семье? Две причины. Очень глубокие, труднопонимаемые. Первая причина. Если человек живет не для Бога, то есть его жизнь не направлена к Богу, то он живет зря. И судьба его накапливает проблемы, как снежный ком. То есть, вот эта направленность жизни не для Бога, она сама по себе приводит человека к жутким трудностям в жизни. В отношениях с женой, с детьми, с мужем, с родственниками, с болезней начинают давить. Ну, все что угодно. Почему? Потому что таким образом высшие силы показывают нам, что мы не туда идем в жизни. Все. Вторая причина. Она заключается в том, что когда человек не служит, а хочет служения к себе, то есть он хочет удовлетворить свои потребности в отношениях, то происходит обратный результат всегда. Человек может временно удовлетворять твои потребности, но потом ему надоедает, и он начинает мучить тебя. Видите, две причины. Одна причина. Я не хочу служить, и я не хочу служить Богу. Когда человек хочет служить Богу, у него естественным образом появляется желание всем остальным служить. Потому что от служения Богу он испытывает глубокое счастье. И вот это вот служение Богу, веды говорят, это естественное, глубокое, изначальное состояние души. Ну, то есть это естественное состояние, которое нравится, мне нравится так жить, и я начинаю то же самое делать по отношению ко всем остальным, потому что мне нравится так жить. Но если в отношениях с блогом это дает полную благодарность и взаимность, то в отношениях с остальными это не даст полной благодарности, но какую-то даст. Если у тебя бескорыстное служение, это даст благодарность, но она не будет заметна сразу. и поэтому не надо даже ее ждать, надо просто служить, служить, вкладывать в человека. Приходит время, и он раскрывается. Это, знаете, можно сравнить с, допустим, ну, с счетом банки, допустим, там, ячейка, там, допустим, ты складываешь туда деньги и просто складываешь, складываешь, но в какой-то момент тебе, допустим, говорят, получите проценты раз в год, допустим, неожиданно, вроде ты как бы, ну, на счет, допустим, ты уже не надеялся на какие-то проценты, а просто складываешь и неожиданно раз, получите проценты. Так и в отношениях с мужем, допустим, женщина просто служит ему правильно, бескорыстно, ничего не желая взамен. Благодарность копится, копится изнутри, внешне это незаметно, он ведет себя, как вел, наглеет так же, как наглел. Ничего, как Ильина Геннадьевич, лекции не работают. Я служу, а что, наглеет так же, как, ну, ничего не меняется вообще. Проходит полгода, допустим, и неожиданно, вы ему сказали правду, вот как всегда, женщина меня спрашивает, а как мужу говорить правду? Вы знаете, вот, я вот ни одной женщины не знаю, которая бы не говорила мужу правду. Она не знает, зачем она это делает, но она всегда все равно говорит на свой страх и риск. Она потому что не может не говорить. Ей хочется сказать, она сказала, и все, дальше трава не расти. Чего хочет, пускай ее делает. Поэтому женщине не обязательно объяснять, как ей говорить мужу Птура правду. Она все равно скажет по-любому. Хоть хочет он этого, хоть не хочет, хоть будет скандал, хоть не будет потом, она все равно скажет. У нее такая природа. Она не может молчать. А если она не скажет, значит, будет плакать. Себе же хуже сделает. Ну, поэтому надо говорить. А что делать? Так вот, она говорит правду мужу. И она видит в ответ, что он прислушался. Вот это и есть благодарность, которая накопилась. Он вместо того, чтобы отворотрачиваться, идти телевизор смотреть, вместо того, чтобы ругаться на правду, он в ответ молчит и слушает. Это означает, что вот это вот ваше служение сработало. А потом он будет меняться потихоньку. Потихоньку почему? Потому что природа у мужчины, природа паровоза. У женщины природа ветра, она все время меняется быстро в своих мнениях и пониманиях. Она послушала лекцию, так думает. Через неделю другую лекцию послушала, так уже думает. И как бы все меняется. Но у мужчины природа паровоза, он как бы не меняется. То есть у него мнения разные, они его не двигают никуда, ни туда, ни сюда. Он куда ехал, туда и едет. Но вот если, допустим, жена служит мужу, заботится о нем, и она как бы меняет свою жизнь, сама жена меняет свою жизнь, то в результате этого, вот насколько жена изменила свою жизнь сама, настолько паровоз будет чуть-чуть заворачивать. Причем для мужчины незаметно. Мужчины паровоз едет вперед так же, как ехал вперед, но дорога заворачивает. Заворачивает потихоньку, незаметно для него. И через год, когда дорога уже завернет прямо в противоположную сторону, то есть он опять как паровоз будет ехать, только назад уже. Знаете, он такие слова скажет удивительные. «Слушай, вот я всегда сам об этом знал, что надо так жить. Видишь, и я теперь так живу». И надо сказать «молодец», правильно, женщина должна так сказать. То есть хотя она сама его потихоньку и разворачивала незаметно, но она не должна спорить с ним в этом вопросе, иначе он опять назад поедет. Будет разворачиваться в другую сторону уже. Поэтому, слава Богу, что развернулся, и пускай едет себе на здоровье. Это уже приносит счастье. Женщина, когда видит, что муж в правильном направлении живет, это и приносит счастье, она этим даже уже удовлетворена. Не обязательно доказывать, кто этому помогал. Потому что если паровоз едет куда надо, женщина может спокойно в него сесть и ехать там сколько надо. Ей не надо уже напрягаться. Он сам будет таскать с утра ее в ванну, омовение делает, сам будет просить без мяса есть. И как бы бутылку водки вылит в унитаз сам. Ну то есть все это само собой будет происходить. Не надо уже париться, чтобы научить его жить правильно. Но для начала надо менять атмосферу в доме, менять ее. И это очень медленный процесс. Медленный. И благодарность в сердце мужа приходит очень медленно. Поэтому не нужно ждать результатов никаких. Надо просто жить правильно. А когда придет время, результаты сами придут. Так надо воспитывать мужа. Ответ на этот вопрос. Продолжение следует...